О предсказаниях теории относительности Вы слышали много предсказаний теории относительности, а какова методика предсказаний и вообще являются ли предсказания научными? Вот предсказания вообще не являются никакими научными, это удел цыганочек такой. Научным может быть только конкретный расчет. Предсказания это все сказки. Расчет проводится по научной методике. Сначала четкая у вас описательная база, определение внятное, жесткие следствия, выводы и расчет. Теперь смотрим, открываем Википедию, читаем о предсказаниях теории относительности. Эксперимент Эддингтона был наблюдательной проверкой общей теории относительности, организованной британскими астрономами Фрэнком Уотсоном. Тайсоном и Артуром Этенли Эддингтоном в 1919 году. Наблюдения проводились за полным солнечным затмением 29 мая 1919 года и проводились двумя экспедициями, одна из которых была направлена на западноаприканский пролив Принсилии, а другая в бразильский город Сабрал. Целью экспедиции было измерение гравитационного отклонения звездного света, проходящего вблизи Солнца. Величина этого отклонения была предсказана Альбертом Эйнштейном в статье 1911 года. То есть Альберт Эйнштейн предсказал величину отклонения. Дальше Википедия. Однако это первоначальное предсказание оказалось неверным, поскольку оно было основано на неполной общей теории относительности. Вот оно неверным оказалось. То есть, вот цыганка вам гадает, французы с англичанами играют в футбол, счет другой, 2-1, да? И тогда цыганка исправляет свои предсказания согласно общей теории цыганок. Все. Это вот обыкновенный пример жульничества. Вот это вот предсказание теории относительности. Считали, считали, насчитали фигню. Изначально считали фигню, да? Потому что нет научных оснований по теории относительности. Это просто фальсификация. Фальсификация предмета счета. Вот товарищи сфальсифицировали количество мирности, добавили туда время, после этого что-то считают. Это просто фальсификация и подгонка результатов. Когда их предсказания, вот эти вот проблески интеллекта, вот этого слабоумного, дебильного, оказались несостоятельными, они просто там подправили. Ни одно из млекопитающих даже толком не знает, что они там поправили. Потому что вот они просто вот тезис озвучивают и все верят. Теорию относительности по правилам GPS, все верят. На практике, оказывается, ничего они не поправляли. То есть это мошенники, сказочники, жулики. Присказание это все фальсификация. И вот у вас прям в Википедии. Конкретно на это указание. Чистите Википедию, релятивисты, это же позор. Как же вы так-то допустили? Кто-то правду про вас написал. С вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность. Рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катюшек, телеканал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok